Коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу, что нужно сделать для первого подключения к API MDLP учетной системы. Данная возможность позволяет осуществить интеграцию дополнительного программного обеспечения и получить данные с использованием расширенных возможностей прямого обращения к API. Подключение учетной системы доступно сразу после регистрации. Для добавления учетной системы переходим в личный кабинет участника оборота товаров. Для этого требуется авторизоваться с использованием сертификата, который был указан при регистрации. Или с любым сертификатом, который был добавлен позже через личный кабинет. Нажимаем на кнопку «Войти через УКЭП». Если браузер запрашивает разрешение на выполнение операции с сертификатами, то нажимаем «Да» для продолжения работы. Выбираем нужный сертификат и переходим в личный кабинет. Первую учетную систему можно добавить только через интерфейс. Для этого открываем раздел «Администрирование», нажимаем на вкладку «Учетные системы». На странице «Учетные системы» нажимаем на кнопку «Добавить учетную систему». В открывшемся окне вводим наименование нашей учетной системы. Нажимаем «Зарегистрировать». Количество добавляемых учетных систем не ограничено. Регистрация первой учетной системы завершена, и для продолжения работы с API нам потребуются присвоенные идентификаторы. Они необходимы для формирования запроса аутентификации в учетной системе. Обратите внимание, что после процедур аутентификации и авторизации все методы API должны вызываться с использованием HTTPS протокола. Для взаимодействия по этому протоколу используется ГОСТ-сертификат. Для подключения к API-MDLP можно использовать любой удобный вам клиент – Postman, Restman, Swap.UE и многие другие. В данном видео рассмотрим подключение через Restman. Это один из наиболее простых инструментов. Первым запросом для нашей учетной системы отправим запрос «Аутентификации». Проверим, что наша учетная система добавлена в базу данных MDLP. Сигнатуру запроса можно уточнить по документу «Краткая инструкция по быстрому старту для изучения API», который мы неоднократно будем использовать далее, или в документе «Протокол обмена интерфейсного уровня». Я воспользуюсь документом «Краткая инструкция». Возьму пример из пункта «Шаг 1. Авторизация тестовым участникам». Для рассмотрения этого примера воспользуемся стендом «Песочница». Копируем пример тела запроса и возвращаемся в Restman. Переходим в раздел «Body». Устанавливаем для тела тип запроса «Raw», указываем JSON и вставляем пример из документации. Так как нам нужна не абстрактная система из примера, а именно та, которую мы уже добавили, то и данные нам нужно подставить свои. Проверяем, что нам нужно в запросе о аутентификации. «Client Secret» – это секретный ключ нашей учетной системы, который был присвоен автоматически при регистрации учетной системы. «Client ID» – идентификатор клиента, то есть идентификатор нашей учетной системы, который также был присвоен автоматически. «AuthType» – тип аутентификации, который может быть использован в системе. Мы сейчас рассмотрим тип «Signed Code» – это аутентификация с помощью подписанного кода, который используется для резидентов Российской Федерации. А также нам понадобится «User ID» – уникальный идентификатор пользователя, от имени которого будут осуществляться запросы и далее подписываться документы. По документации мы указываем в этом поле значение, которое зависит от типа аутентификации. Так как мы выбрали «Signed Code», то в это поле нужно добавить либо отпечаток сертификата УКЭП, либо серийный номер сертификата в десятичной форме. Обратите внимание, для всех методов API дополнительно есть права, с помощью которых осуществляется регулирование доступа. Состав прав для учетной системы будет определяться именно составом прав пользователя, который будет указан в «User ID». Итак, требуемые данные мы определили. Теперь воспользуемся интерфейсом личного кабинета для получения этих данных. Сначала введем данные учетной системы – Client Secret – секретный ключ и Client ID – идентификатор клиента. Как было отмечено ранее, для их копирования мы можем воспользоваться функциональностью интерфейса. Для копирования значения ячейки просто нажмите иконку с правого края ячейки в строке с данными. Копируем идентификатор клиента и вставляем его в параметр Client ID в RESTMAN. Аналогично поступаем с параметром «Секретный код». Копируем код, подставляем в параметр Client Secret. Далее нам нужно будет получить «User ID». В нашем случае мы можем воспользоваться или установленной программой криптопровайдера, который выдал нам сертификат УКЭП, или снова обратиться к данным личного кабинета. Так как выбор криптопровайдера лежит в зоне ответственности участника, предлагаю воспользоваться личным кабинетом. Для просмотра сертификата нам надо перейти на вкладку «Пользователи», которая находится в этом же разделе «Администрирование». Переходим. Выбираем пользователя и нажимаем на иконку «Просмотр» в крайней правой колонке. После нажатия на кнопку нам откроются данные по пользователю, его группы прав и сертификаты. Так как нам нужен отпечаток сертификата, то переходим в раздел «Сертификаты». На этой странице видим колонку «Отпечаток публичного сертификата». Это именно тот параметр, который нам нужен для заполнения поля UserID. Нажимаем на кнопку «Копировать» и возвращаемся в RESTMAN. В RESTMAN мы уже подставили параметры нашей учетной системы в значения ClientSecret и ClientID. Добавляем скопированный UserID. Теперь мы готовы к получению кода аутентификации. Нажимаем на кнопку отправки запроса «Send». Наш запрос успешно обработан и код аутентификации получен. Это значит, что наша система успешно прошла проверку. Теперь нашей следующей задачей становится непосредственно авторизация. Для этого нам нужно использовать метод API для получения ключа сессии. В документе «Краткая инструкция» пример использования этого метода приведен сразу после метода аутентификации. На основании документа подготовим данные для отправки запроса. Добавляем адрес метода на стенде песочницы. Указываем в заголовке метода тип данных. Для тела запроса «Buddy», как делали ранее, устанавливаем тип запроса «Raw» и указываем JSON, добавив пример запроса из документа. Для нашего ранее выбранного метода аутентификации в запросе на авторизацию будет два параметра. Коуд, код аутентификации, который мы получили в предыдущем запросе, и сигначуя, открепленная подпись кода для аутентификации. То есть для получения сигнатуры подписи нам нужно будет подписать сертификатом УКЭП полученный код аутентификации. Один из способов пошаговой подписи кода описан в документе «Краткая инструкция» на примере сертификата CryptoPro. Копируем наш код из ответа предыдущего запроса, подписываем его по инструкции и получаем сигнатуру подписи, которую нужно добавить в поле «Signature». После того, как мы подписали код, подставляем все нужные данные в запрос авторизации в Рестмане. Подставляем данные и нажимаем «Отправить запрос» кнопку «Send». Проверяем ответ. Запрос успешно обработан. Получен токен, наш ключ сессии и максимальное время его жизни. Имея токен, мы можем пользоваться всеми методами API, доступными авторизованному пользователю. Описание всех методов API приведено в документе «Протокол обмена интерфейсного уровня». Предлагаю проверить доступ и запросить публичную информацию о производимом лекарственном препарате. Для этого идем в документ «Протокол обмена интерфейсного уровня», находим нужный метод и создаем новый запрос в нашей коллекции. Для этого запроса в заголовке запроса надо указать параметры авторизации. Указываем параметр «Autorization» и способ авторизации, используемый в системе, токен и его ключ через пробел. Подставляем в заголовок токен, который мы получили в прошлом, в запросе авторизации. Проверяем данные. Отправляем запрос. Наш запрос быстро обработан. В ответе видим данные по введенному коду GTIN. Таким образом, мы проверили и работу метода, и нашу авторизацию. На этом завершаем нашу видеоинструкцию, в которой мы рассмотрели часть документа «Краткая инструкция по быстрому старту для изучения API». Добавили учетную систему и успешно ее авторизовали. Все документы, которые нам понадобились в работе, а в частности уже упомянутые документы «Краткая инструкция» и «Протокол обмена интерфейсного уровня», доступны на сайте «Честный знак» в разделе «Разработчику» и регулярно обновляются. Надеемся, что данный ролик поможет вам в работе. Спасибо за внимание.